Ребят, всем привет! Сейчас мы едем на встречу с Татьяной для того, чтобы ей помочь в покупке гаража, доходного гаража. Вообще мы такие услуги не оказываем, но для Татьяны мы сделали исключение. А тот, кто не знает, кто такая Татьяна, ранее мы ей помогали разобрать гараж, который она приобрела. Видео об этом вы можете посмотреть на нашем канале. С тем гаражом у Татьяны очень интересная история получилась. Планировали оставить машину, а получилось... Получилось так, что подписчики были правы, ворота достаточно низкие, плюс около гаража приступочка. Поэтому каждый раз, когда я паркуюсь на своей машине, машина немножко подпрыгивает, у меня в голове возникает смета за ремонт крыши. Один человек, спасибо ему огромное, написал, что Тойота не любит мокрых мест, в гараже, к сожалению, достаточно влажно. Поэтому ставить туда машину я передумала. Выставила гараж на Авито, сдала его очень быстро, прям неожиданно быстро, прям в том состоянии, в котором он был, и за достаточно интересные деньги. Я поняла, что бизнес, в общем-то, имеет место быть, и мне интересно продолжить данное направление. Наша задача подыскать Татьяне новый доходный гараж, и сегодня мы ей предложим два варианта. В какую вообще сумму ты рассчитываешь купить? Ну, мне хотелось бы уложиться тысяч, наверное, в двести. Я подобрала тоже несколько вариантов. Мне бы очень хотелось, чтобы вы посмотрели с точки зрения профессионалов и оценили их. А сейчас поедем, посмотрим варианты, которые предлагает Татьяна, потом покажем свои. Едем смотреть первый вариант от Татьяны. Уже приехали в ГСК. Стоянка МГСА. Стояночка очень маленькая. Где-то, наверное, около ста гаражей. О, это гараж с 90. Мужчин, я вижу. Аккуратно. Нет, зайти можно. Это уже радует. Протечки. Да, все течет, все капает. Сталактиты, сталагмиты. Да. Еще только теродактилей здесь не хватает, да, предыдущего. Этот гараж Татьяне предложили знакомые. Гараж в ужасном состоянии. Крыша течет. Здесь растут даже грибы. Но цена очень хорошая. В принципе, может быть, здесь даже можно вешенки выращивать. Вешенки выращивать бы не хотелось. Стоимость гаража сейчас 100 тысяч. С совершенно мне непонятным количеством вложений. На крыше выросли известковое образование, которое называется сталактиты. В общем-то, можно, не знаю, геологам, наверное, каким-то выращивать. Да. Действительно под выращивание грибов. Пол уже сгнил. Да, с полом совсем все очень удобно. Сейчас строим, посмотрим, что внизу, чтобы оценить примерно бюджет вложений. А крыша уже начинает складываться. Вот здесь большой кусок откололся. Если даже этим гаражом и заниматься, надо вывешивать будет крышу. Вставлять сюда швейлер какой-то мощный. Но вложения здесь нужны очень серьезные. Сушить, в первую очередь, менять пол, заниматься крышей. В общем, здесь надо делать все. А не бассейн. А что, бесплатный бассейн будет? Наверное, еще ждет вывоз мусора. О, там все страшно. Там все очень высоко и очень страшно. Да, высота хорошая. Непонятно, какой-то был постамент здесь. Он сгнил, провалился. Или это остатки от пола. Там яма для овощей. А какое ощущение, что хлам здесь и далее специально. Чтобы не выносить на помойку. Помойку сделали здесь. На Авито этот гараж продается за 250 тысяч. Татьяне предлагается за 100 тысяч. Но мы посмотрели, прикинули 100 тысяч. Это все равно очень дорого. Максимальная сумма покупки такого гаража, при таких вложениях, то, что мы видим, тысяч, наверное, 40-50. И это не факт, потому что кажется, что крыша нам сейчас уже развалится. С крыши вообще надо серьезно заниматься. Насколько я понимаю, это готовый гараж, который раньше продавался с заводов. Его краном привозили, ставили на фундамент. И он стоял. Хорошо, что мы отсюда вообще вышли. Можно было и провалиться. Уезжаем отсюда с чистой совестью. В общем, это точно не наш вариант. Едем дальше. Да. ГСК, в принципе, неплохое. Капитальные гаражи. Новая проводка. Видно, что деньги вкладываются. Ухожено. Мусора нет. А и очень строгий въезд. Только по звонку. Гараж, который мы будем смотреть, пока мы приехали, сразу обратили внимание на счетчик. Очень грамотное решение. Счетчики вывели на улицу. Никаких проблем нет. Сколько ножок, столько и заплатил. Раз в месяц охранник приходит, списывает и выставляет счет. Таня, что по этому гаражу? По гаражу ситуация такая. Очень интересная гаражная кооператива. Здесь часть гаражей собственности, часть гаражей без собственности. Хозяин за гараж хочет денег, как за гараж собственности. 400 тысяч мотивирует тем, что сносить один гараж не будут. А если будут сносить, то будут сносить всех. И раз у людей есть собственные, значит сносить не будут. Гараж, в принципе, неплохой. Но у меня под сомнение идет именно материальный факт. Насколько он окупается. Ну, давай посмотрим. Нам хозяин разрешил поснимать. Не, ну гараж-то вообще отличный. Протечек нету. Высокий. Въезд освещает прожектор. Для лишнего использования этот гараж вообще идеальный вариант. Коммунальный платеж 1000 рублей в месяц. Состояние гаража на твердую четверку. Но отсутствие собственности за такую цену перекрывает все плюсы. Итоговое решение за Татьяна. Ну, вот в общем, сомнение вызывает цена. Потому что гараж от меня далеко. Парковать машину я здесь точно не буду. А как доходный гараж возникает вопрос, за сколько он будет окупаться. Ну, под доходный гараж нет смысла. Цена покупки очень высокая. И дача будет очень маленькая. Для доходного гаража, конечно, лучше железки. Которые стоят там 150-200 тысяч. И можно сдать за 5-6 тысяч. Здесь при той же аренде вложения очень большие. Полочек никаких нету. Вот здесь непонятная конструкция. Это, к сожалению, не яма и даже не подвал. Это домик для мыши, да? Калитки нету. Под склад использовать будет проблематично. Так как придется постоянно открывать ворота. Они очень высоки. В любом случае, их надо будет подрезать. Или поднять как-то выше. Повыше перевесить. Последний вариант от Тани. Судя по промзоне дороги, разбитый вариант будет огонь. Нашли въезд. Но въездом это трудно даже назвать. Мы с первого раза даже не смогли заехать. Там вот сзади уже стенка. А крузак, скорее всего, сюда не заедет. Так, полицейский. Но высота здесь въезда как раз под мой рост. Темнота, ничего не видно, отопления нет. Поднялись, нашли гаражик. Света нету. Мы даже дополнительно свой софет подключили. Все такое заброшенное. Здесь достаточно страшненько. Очень страшненько. Гараж. Гараж тоже антуражный. Дед. Гараж. Дед, видимо, был глухой, потому что стучать громко. Опасно. Но зато сам гараж нас удивил. Заходим. Гараж продают наследники. Че он пиденьгом? 350 тысяч. Если честно, он меня приятно удивил, потому что вот эти пятна, синие, на стенах, на фотографиях выглядело как плесень. А по ощущениям, вроде как, ощутимо он такой, не такой сырой, как предыдущий гараж. Хотя на стенах какие-то потеки, конечно, есть. Тут кто-то что-то пытался красить. Выкрашивать. Вот здесь какое-то лицо. Ну, он уже оштукатурен. Ну, очень приятные стеллажи, очень приятные антресоли. Даже, я бы сказала, не очень приятные, такие основательно сделанные. С метод жиков можно сдавать смело. После минимальной отделки. Люде приложили руки. Новый распредвал. Солидоли. Ну, гараж, как я говорил, продают наследники. Раньше здесь был дедушка и занимался ремонтом своих жигулей. Такие вещи винтажные. Скорее всего, это шестерка была. У нее высокая панель. Вот тут на хлопочках вставлялась. Тогда это было круто. Саш, ну вот я смотрю на него, если честно, он немножко страшненький. Твое книжеское мнение. Я бы купил. Гараж неплохой. Во-первых, смотри, стеллажи. Хорошие, хорошие ворота. Он оштукатуренный. Конечно, да, он страшненький, но если покрасить, это уже будет конфетка. Ну, покрасить не проблема как раз. А штукатурить, да. А штукатурить тоже. Есть отопление. Будет оно работать, не будет, но плюс неплохой. Все это надо будет дело выкинуть. А, плюс еще потолок хороший. Единственное, вопрос по тому углу. Но надо будет посмотреть. Ну, насколько я вижу, он тоже не мокрый. И, в принципе, его можно будет сделать. Да. В общем, ты считаешь, надо брать? Да. Тем более, здесь еще нормальные документы. Да, гараж с собственностью. Если закрыть глаза на техническое состояние паркинга, то цена для гаража с собственностью очень низкая. Отопление есть, но включают его в сильные морозы. Коммунальный платеж всего 1000 рублей. Сдать гараж под авто с таким расположением вряд ли получится. Но под мастерскую или склад вариант отличный. Теперь покажем гаражи, подобранные нами. Приехали на место. Стоянка здесь хорошая. Лето мы здесь делали электрику. Деньги сюда вкладываются. Охрана. Есть видеонаблюдение. Хорошее освещение. Гараж не угловой. Находится в середине. Удобно заезжать, выезжать. И даже напротив есть фонарь. Наш первый вариант, который мы предлагаем в покупке. Сразу скажу, есть хороший плюс. Гараж очень высокий. Сюда заедет любая высокая машина. Но есть маленький минус. У нас сторона не солнечная. Здесь до сих пор лежит снег. Вот это у нас солнечная сторона. Здесь уже все растаяло. Многие говорят, советуют. И я с этим соглашусь. Ребята, если вы покупаете гараж для себя, лучше брать с солнечной стороны и покупать гараж весной. Так вы сразу поймете, гараж затапливает или нет. Встретили Татьяну, пока она сюда ехала, немножко потерялась. Ну, наконец-то мы нашлись. Вот это наш первый вариант. Гараж, в принципе, неплохой, высокий. И можно даже увеличить ворота. Саша, а что у него с историей с документами? Документы есть. Сносить стоянку не собираются. Это хорошо. Да, здесь типичная история пенсионеров. Долгое время сдавали каким-то ребятам-строителям. Чем-то они занимались, какой-то у них бизнес был. Потом они съехали и оставили полный гараж хлама. Дед сказал, что даже невозможно туда вообще войти. Полный гараж хлама это очень хорошо. Да, это наш вариант. Вот, единственное, что сейчас нет ключа. Они квартиру сдали, пенсионеры живут на даче. Им там хорошо. Устали они от этого гаража, хотят продать. Я считаю, надо посмотреть, открыть и оценить, так сказать, уровень. Да, тут еще... Хлама и всего остального. Какой вариант. Цена очень интересная. В среднем где-то по 150-180 гаража продается. Дед хочет 130. Так как сил нет уже вывести хлам. Но на это придется, конечно, денежку потратить. Да, или что-то по помойкам, или контейнер заказывать. Ну, соответственно, работа. Ну, или мы все это дело сделаем. А сейчас поднимемся на крышу, посмотрим, в каком у нас состоянии. Какие дополнительные затраты нас будут ждать. В конце я вижу гараж. Крышу наклон там изменили. Возможно, его даже увеличивали. Сейчас посмотрим более подробно. Поднялись на крышу. Определенно, можно сказать, крыша под замену. Старый шейфер, который уже течет. Обратили внимание? Есть хороший положительный момент. Гараж можно расширить. Здесь около двух метров, может быть, чуть поменьше. И гараж можно увеличить по длине. А если поговорить с соседями, то еще влево и вправо сделать дополнительные кладовки. Там уже есть похожий гараж. Мы его сейчас вам подробно покажем. Вот пример, как можно сделать этот гараж. У него высота и так большая. Его еще дополнительно увеличили. На мой взгляд, там высота около 4 метров. То есть, можно даже второй этаж сделать. Плюс он его еще увеличил по длине. Подъезжаем к второму гаражу. Здесь все серьезно. Шлагбаум. Въезд только по пропускам. С пульта или с карты. Смотрим, последний вариант. Или второй наш. В гараже ничего ценного нет. Слично мы оставили на охране. Зайдем посмотрим. Ну, крыша не течет. Хотя... Хотя немножко ржавчина. Да. Так что скорее все подтекает во сне. И угадывается наличие грызунов. Да? Что-то такое вот. Плевает воздух. Да, да, да. Пол сухой. Здесь у нас такой маленький поребрик. Смотри, в принципе, вариант неплохой. Место хорошее, но 250 тысячи они не опускаются. А вложение все-таки надо будет делать. Сделать нормальное электричество. А что здесь по документам? А вот с документами вот тоже проблема. Был самозахват и документов нет. То есть железный 250 тысяч, вариант под снос. Потенциально. Да. Да, да. Может быть он отобьется, может быть не отобьется. Но для сравнения, по крайней мере, можно посмотреть, понять вообще, что люди предлагают. Гаражом давно не пользовались. Паутинка. Вот здесь лужа. А место здесь хорошее. Как раз на этой стоянке у нас был проект гараж-офис. И он ушел у нас просто моментально сдался. И за хорошие деньги. Ну, будем думать. Ну, сразу в глаза бросается полное отсутствие ворот. Они как бы есть, но их нет. Надо переделывать. То есть это минимум вложения 1050 нового ворота. Или можно поставить автоматически. Автоматически это сколько? Автоматически, наверное, будут так же стоить. Но они будут открываться уже сколько так, как бы удобно. И арендаторам это даже больше нравится. Итого мы имеем ржавую крышу, лужа на полу, крыс, паутину. Непонятное количество лужей. Мы имеем патологическую жадность подавца. И проблемы с документами. Да. Ну, скорее всего, этот вариант однозначно отпадает. Слишком дорого и слишком рискованно. Но в любом случае, в следующей серии, какой-то гараж мы купим. И приступим к его ремонту. Ребята, прошло время. Мы наконец-то посмотрели закрытый гараж должника. Сделали фотографии. Отправили их Татьяне. Нам гараж понравился. Там есть потенциал. Татьяне тоже. Она решила купить два гаража. В следующей серии мы займемся разбором гаража. И вывозом хлама. На этом мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Всем пока.